Приветствую драгоценные на канале Изумит. С вами Анастасия Меркушова. Сегодня тема витражная роспись. Как сделать кулон такой формы из холодного фарфора или другой смотрите в предыдущем видео. Ссылочка будет в описании. Для росписи этого кулона в качестве барьерного контура будем использовать самодельный, приготовленный из жидких акриловых гвоздей, прозрачных и акрилового лака с добавлением черного колера. Консистенция должна быть густая. Более подробно, как сделать контуры своими руками из жидких гвоздей, можете посмотреть по ссылке в описании. Рисуем квадратики. Располагаем их как бы внахлёст. Форма фигурки может быть и другая. Так можно расписать полностью кулон или частично. Узор очень простой. Далее квадратики немного располагаем в разброс. И в пространстве между ними сделаем точки. Контур теперь необходимо подсушить. Для заполнения квадратиков сделаем витражную краску из лака акрилового и акварели. Для размягчения краски немного капнем воды. Для разведения палитры воспользуемся фольгой. Немного сомнём её, задавая как бы ячейки, в которых мы будем окрашивать лак в разные цвета. Сам лак акриловый белый, только при высыхании становится прозрачным. Соответственно, цвет такой витражной краски при высыхании изменится. С помощью спицы набираем краску и заполняем фигурку по контуру. Также для распределения краски можно воспользоваться зубочистками. Продолжаем. И еще для отдельной квадратиковую краску можно сделать более насыщенной. Добавим еще акварели. И, конечно, палитру вы можете сделать любых цветов и в любом количестве. Так мы заполняем все квадратики. И еще для объема каждый квадратик заливаем просто акриловым лаком. И подсушиваем. В обратную сторону при необходимости можно покрыть лаком. Лицевую хочется оставить матовой, чтобы квадратики казались, как цветные стеклышки. Таким же способом можно расписать и прозрачное стекло, сделать подсвечник, вазочку или баночку для молочей. Для прозрачного фона цвет лака должен быть насыщеннее, чтобы при высыхании он был заметен. И вот что получилось. Если подсвечник расписать полностью, будет даже интересней. В следующем видео мы опробуем самодельные контуры немного в другом качестве. Поэтому не пропустите, жмите на колокольчик, подписывайтесь. И до новой встречи, друзья! Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока!